Здравствуйте! Варламов и Кац только предложили запустить в Москве трамвай по Садовому кольцу, а у нас на канале он уже ходит. В эфире радиопроект у микрофона Евгений Матусов. Я посмотрел видео Ильи Варламова, Дарьи Бесединой, ознакомился с деталями проекта на сайте фонда «Городские проекты» и, честно говоря, сначала подумал, что Москва и москвичи еще не созрели для такого радикального решения. Подумал, что скажут автомобилисты, ведь у них хотят отнять самую широкую дорогу в центре города, оставив по две жалких полосы движения в каждую сторону. Но когда я увидел, что главный защитник автомобилистов, глава экспертного центра пробок нет Александр Шумский написал, что в целом не против трамвая на Садовом кольце, я не мог поверить своим глазам. Видимо, московское общество хоть медленно, но эволюционирует, и за последние 10-15 лет что-то поменялось в мышлении большинства горожан. Проезд без пробок теперь для них не обязательно проезд в личном автомобиле по широченной дороге. Для многих это поездка на общественном транспорте, который устроен так, что в этих пробках он больше не стоит. Раз так, то время открывать компьютерную программу симуляции движения БААН и запускать трамвай на Садовом. Заодно и обсудим, какие достоинства и недостатки есть в том проекте, который представили Варламов и Кац. Сразу спойлер, пока недостатков больше, чем достоинств. Первое. О двух полосах, оставленных для автомобилей. При всей любви к общественному транспорту, это слишком мало. Думаю, по три полосы везде влезут, разве что на Крымском мосту это сложно сделать. Варламов сам себе противоречит. В тоннелях Садового кольца, куда трамвай заходить не будет, по три полосы. Терять их как-то странно, а значит, чтобы не создавать бутылочных горлышек, их должно быть три в каждом направлении на всем протяжении Садового. Место для этого есть. В проекте на широкую ногу уместили велодорожки и полосу парковки с обеих сторон. Кроме того, и трамваю тоже столько места не нужно. Остановки можно разнести друг от друга, тогда нужно меньше места для посадочных платформ. А деревья все равно сады посреди улицы здесь не вернуть. Лучше пускай больше зелени будет вдоль тротуаров. Думаю, это такая хитрость городских проектов. Если дойдет до конкретного обсуждения, они могут как бы пойти на уступки властям и согласиться на три полосы для машины. Не беда, если эти полосы будут узкие, меньше трех метров шириной. Это даже хорошо. Водители боятся гонять в таких стесненных условиях, а умеренная скорость в центре – это большая безопасность для всех. Второе. Сказано, что от Красных Ворот до Маяковски на метро ехать полчаса. Смотрю сайт расчета времени поездок. Выходит 12 минут. Добавим 10 минут на спуск под землю, ожидание поезда. Все равно 22 минуты. Это уже сравнимо с 18 минутами трамвая. Если хотите, чтобы вас поддерживали, не обманывайте. Тем более, что преимущество трамвая на Садовом не только и не столько на таких поездках в пределах центра. Третье. В проекте правильно сказано, что нужно соединение с существующей сетью трамвая. Но помимо кольцевого маршрута добавлен только один диаметральный – 47-й. Считаю, что этого мало. Надо сразу предлагать еще варианты маршрутов, которые идут из одного района за пределами Садового в другой через Кольцо и говорить о том, что в метро для таких поездок вообще не нужно будет спускаться. Один из таких маршрутов свяжет площадь трех вокзалов с Садовым кольцом через проспект Академика Сахарова. По идее, власти должны быть особенно заинтересованы в строительстве этой связки. Если по Академика Сахарова будет ходить трамвай, здесь сложнее будет согласовывать митинги нашей оппозиции. Посмотрим теперь детали трамвайной трассы. В целом она хорошо проработана. Трамвай почти везде имеет смысл именно вести по центру Садового. В районе Красных Ворот круто было бы восстановить эти ворота, сделать их копию и пустить трамвай прямо через них. В районе метро Сухаревская у меня, в отличие от городских проектов, трамвай уходит с середины дороги ближе к Сухаревской площади. Здесь пассажирам будет удобнее и быстрее сделать пересадку на метро. Кроме этого, так можно будет обойти самотечную эстакаду на Садовом у метро Цветной Бульвар с юга, а не с севера, как показано в проекте. Так будет лучше не только для более короткой пересадки на метро с трамвайной остановки, но и для более удобной интеграции с трамвайной сетью в районе метро Новослободское. Благодаря связке вдоль самотечной улицы вполне возможно будет пустить маршрут трамвая, который свяжет Цветной Бульвар с Белорусским вокзалом. Для сравнения, остановка трамвая в проекте от Варламова и Каца к северу от эстакады, а значит далеко от метро. К трассе в районе метро Маяковская у меня претензий нет. Чувствуется, что это изюминка проекта, который Варламов очень гордится. Именно этому месту он посвятил большую часть своего видео о трамвае на Садовом. Пока наш трамвайчик маршрута Б проезжает Патриаршие пруды из Передоновку, хочу отметить еще один большой плюс проекта. Наземные пешеходные переходы, которые в большом количестве должны вернуться на Садовое кольцо, в том числе и для прохода к остановкам трамвая. Еще одно верное решение – трамвайные пути не уходят в тоннели Садового кольца, не поднимаются на эстакады, а остаются на поверхности для удобства пересадки на другие виды транспорта на тех улицах, которые пересекают Садовое кольцо. Варламов в своем видео говорит о том, что трудно себе представить такое на Новом Арбате, поперек которого должен пойти трамвай. Новый Арбат частенько перекрывают для проезда высших должностных лиц страны. Многие из тех, кто критикует проект, упоминают именно это место, мол, ФСО никогда не согласует здесь трамвайное пересечение. Варламов утверждает, что после восстановления трамвайного движения всем кортежам с мигалками придется ждать тут у светофора. Думаю, что даже если окружение Путина такой проект чудесным образом разрешит, то на светофоре именно трамвай будет ждать проезда Путина, а не наоборот. Хотите, чтобы все-таки преимущество имел трамвай? Тогда сделайте правильный выбор 1 июля. И может быть, лет через 5-10 уже не Путин будет решать этот вопрос. Вернемся к руководителю пробок нет. В качестве реакции на аварию, устроенную Михаилом Ефремовым, Александр Шумский предлагает сделать зеленую полосу по центру Садового, в том числе и в точке аварии. Считаю, что трамвай в качестве разделителя потоков будет еще эффективнее. Крымский мост это слабое место проекта, может быть именно Шумский и его коллеги помогут втиснуть сюда и трамвай, и по три узких автомобильных полосы в каждом направлении. У метро Октябрьская важна связка с депо Апакова, которое скоро закроется на ремонт и может быть в будущем использована для обслуживания маршрутов трамвая на Садовом. Связка упоминается в видео Варламова, но неплохо бы ее показать и на сайте проекта. Далее трассировка ближе к южному тротуару, а не по центру дороги, вполне оправдана для обхода рампы туннеля восточнее Добрынинской. Только вот непонятно, как здесь уместится и трамвай, и съезды с разворотом для машин. Может быть, здесь лучше развести трамвайные пути по разные стороны туннеля, как это было сделано на перекрестке с Новым Арбатом. На Павелецкой крупный пересадочный узел. Здесь важно сразу в проекте показать маршруты трамвая со стороны Тульской, которые могут пойти по Садовому кольцу на восток, к Таганской, а также маршруты с юго-востока от Симоновского вала и Пролетарской, которые могут повернуть на Садовое в сторону Добрынинской. Ну и непонятно, зачем в схеме проекта одна из остановок не у самого здания вокзала, а сбоку. Далее мы с вами движемся к Таганской площади. Зная, какой здесь почти всегда ад с пробками, трудно себе представить, что трамвай здесь не будет надолго тормозить, ожидая, пока хвост одной из пробок освободит перекресток. Тут проект, мне кажется, сыроватым. Возможно, требуется полная реорганизация движения на площади, естественно, она будет дороже. О самой интересной части проекта Варламов видео не рассказал, но на схеме она есть. От Таганской площади до Яузы предусматривается левостороннее движение трамваев. Для этого на Таганской площади у северного портала тоннеля показано глухое пересечение путей. Такое же пересечение и у Яузы. Сделано это для того, чтобы разместить остановку трамвая Николаемская улица под автомобильной эстакадой в достаточно узком месте. Решение оригинальное. Альтернатива – подвижной состав с дверьми на обе стороны. Такой подвижной состав или левостороннее движение посередине дороги, кстати, имело бы смысл и для сужения полосы, занимая трамваем. Одна островная платформа для посадки и высадки пассажиров занимает меньше места, чем две береговые. Вообще, утверждение Варламова, что трамвай не потребует еще одной реконструкции садового и даже бордюры перекладывать не придется. Не совсем верно. В некоторых местах придется покопаться и, соответственно, вложить немалые средства. Вот мы и сделали круг на трамвае по Садовому, обсудив проект Варламова и Каца. Странно, что у Курского вокзала в проекте не показано соединение с линиями трамвая, которые приходят к разворотному кругу в 50 метрах от входа в метро Чкаловская. Проложив 50 метров трамвайных путей, мы сможем вывести на Садовое кольцо и планируемый так называемый скоростной трамвай от шоссе энтузиастов. Но это уже другая история. Подписывайтесь на канал Радио Проект, чтобы в свое время узнать и о ней. До встречи в эфире!